Арина, доброе утро. Представь нам, пожалуйста, участников сегодняшней кулинарной битвы. Дорогие друзья, если честно, не совсем понимаю вашего позитивного настроя, потому что все сегодня очень серьезно. Это был понедельник, 8 часов утра и 41 минута. Два бравых бойца бросили вызов невозможному. Их оружие – 200 грамм муки, разрыхлитель и яйца. Все, что им нужно – терпение, выдержка, сила воли и духовая печь. Они встретились в неравном поединке для того, чтобы взбивать, замешивать, резать и для того, чтобы наконец узнать, кто же из них лучше готовит тот самый вкусный лимонный пирог. Ну что ж, а теперь давайте познакомимся с участниками нашего кулинарного поединка. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же вы уже такое делаете? А мы уже делаем крем для нашего лимонного пирога. Мы заделали тесто, замесили, сейчас его раскатали и будем делать. Сегодня я делаю неправильный лимонный пирог, в отличие от моей соперницы. А что же тогда готовит ваша соперница? Она готовит правильный лимонный пирог. А что значит неправильный лимонный пирог? А вы все увидите чуть попозже. Ах, даже вы такой хитрый. Ну тогда давайте посмотрим, что же вы уже приготовили. Это тесто песочное или какое? Да, это песочное тесто со сметаной. Со сметанкой. Ну тогда давайте полную рецептуру все-таки. Что же вы добавляли и в каких количествах? Мы добавили 300 грамм муки. Взяли 150 грамм сахара, где-то 100 грамм сметаны и 150-170 грамм сливочного масла. А что касается крема? Мы сейчас делаем крем такой из желтков, завариваем вместе с лимонным соком и вместе со сливками. Лимонный сок, я надеюсь, настоящий, живой. А сами лимончики мы будем использовать? Да, конечно. Цедру мы возьмем и выжимаем сок еще сверху, но вы это все увидите. Пожелайте, пожалуйста, чего-нибудь вашей сопернице, а не... Ну, как мы старые добрые знакомые, тем не могу желать ей не успеха, но все равно желаю всего самого хорошего. А как вообще принято в кулинарных поединках? Желать удачи или все-таки как бы... Нет, мы все друг друга очень уважаем и, конечно, желаем удачи. Вы молодец, Владимир. Можно я тоже пожму вашу руку? А пока пойду посмотреть, как дела у вашей соперницы Анны. Анна, доброе утро. Доброе утро. Я вижу, что у вас тесто немного другое. Да, но немножко отличается. База точно такая же, все то же самое. Но у меня там добавлено немного миндальной крошки. Вижу, вижу, вижу. Вот эти вкрапления, это как раз миндальная крошка. Именно так. Остальное все практически то же самое. Я готовлю классический, классический лимонный тарт. То есть он будет... Вот классика французской кухни, как должно быть. Давайте поясним все-таки, что такое классика? Классика это то, что принято в французской кухне. Будет нежный крем, песочное тесто хрустящее. В общем, все увидите, все увидите. А вот скажите, почему Владимир занимается кремом, а вы почему-то уже занимаетесь тестом? А это пока будет секрет, потому что мне... Я расскажу, что мне... Как разговаривать вообще с этими людьми? Как разговаривать? Вот вроде пытаешься идти с ними на контакт, а они говорят, а мы ничего не скажем. Вот мне не понимают, честно говоря. Как с вами общаться? В самом начале рассказать все, что будет в конце, это не самое правильное. Согласна, согласна. Но мы же обязательно вернемся. Вернемся и расскажем, что у нас происходит в процессе. У нас будет включение буквально через минуту, так, 10-15. Поэтому, друзья, если вы собираетесь на работу, и у вас есть время немножко задержаться и посмотреть, на что способны этих бравых бойца, задержитесь и посмотрите, какие лимонные пироги мы приготовим. Я передаю слово нашим ведущим. Будьте уверены, у нас тут все серьезно. Арина, ну что ж, на какой стадии приготовления пирога сейчас конкурсанты? Доброе утро, друзья. Я напомню, что у нас сегодня проходит битва потрясающих поваров. Это повар Анна, повар Владимир. Анна, расскажите, пожалуйста, чем сейчас заняты вы, и чем вы готовы сразить своего соперника на повал? Я готовлю сейчас заварной крем, собственно, уже с лимоном. Он у меня готовится на водяной бане. Я уже заправила его лимончиком. Вот, секрет водяной бани. Вода не должна соприкасаться с мисочкой. Вот, я заправляла лимонным соком. Так вот, да. А вопрос, зачем нам нужна водяная баня? Водяная баня нужна для того, чтобы медленно, равномерно прогревались желтки и густели, 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 да. Густели, густели, густели. Слушайте, а я помню, что в предыдущем включении мы вроде как коржики с вами готовили. Они куда делись у нас? Ой, кстати, наши коржики. Наши коржики. Где же наши коржики? Мы сейчас их достанем. Мой готов. Ах, мы еще их два запекали, да? Да. Это мое. Ой, какой красивенький. А как вы, да, почему, как будто гули там по нему походили. Красивенький он такой. Ну, вот это я там вилочкой походила. Очень, очень красивенько. Так, подождите, Владимир, а что получилось у вас? У вас, по-моему, как-то... Это неправильный корж, поэтому я вам подробнее покажу. Вы меня простите, конечно, но, по-моему, вот у Анны получилось чуть-чуть как-то эстетически красивее, чем у нас. У нас на выходе будет эстетически более красивее. Да, это же неправильно. Владимир, тогда признавайтесь, что вы теперь будете делать с этим коржиком? А дальше мы его просто перемолим. Я вам покажу, как. На следующем включении уже передадач. То есть мы сделаем коржики? Да, мы сделаем... Не коржик, мы сделаем крошку. Мы теперь из этого сделаем крошку, которую мы подадим с нашим заварным кремом и меренгами, которые я сейчас буду делать. Меренги. Тогда давайте поговорим про меренги. Как сделать в домашних условиях меренги, которые вы будете использовать для своего лимонного пирога? Нужен хороший миксер, либо терпение и хороший венчик. Обязательно, когда... Мне не в любом случае, мне кажется, нужно. Это да. Обязательно, в первую очередь, чтобы получились меренги, вам нужно добавить немножко соли в белки. И это все спасет и все улучшит. То есть вы сейчас делаете своеобразное безе? Да, безе. Мы сначала делаем безе без сахара. И все. Мы просто взбиваем белки до появления пены. Потом мы добавим сахар и забьем его до твердой массы. А вы вот сами считаете, у кого получится лучше пирог? У вас или у вашей соперницы Анны? А вы как считаете? А я не знаю. Нам вообще ведущие сказали, что у нас будет независимый эксперт. И мне это очень интересно. Это кто будет? Как вы считаете? Ну, я думаю, что может быть это будете вы? Или может быть наш оператор? Может быть наш оператор. Не знаю. Но если мне удастся попробовать лимонный пирог, я буду только рада. Я еще не знаю, кто победит. Но, если честно говоря, безе я очень люблю. Давайте пока посмотрим, чем же у нас залита Анна. Анна, как поживает ваш заварной крем? Отлично. Он уже практически готов. Готовенький? Да. Я уже буквально через пару минут буду заливать этот крем в корж для того, чтобы продолжить выпекание. А как вы считаете, вы успеете? У нас буквально осталось минут 20 до конца нашего поединка. Вы успеваете? Все у вас в порядке? Конечно. Легко. А ваш соперник успевает? Не знаю, не знаю. Будем смотреть. Вот там что-то заливает во все. А вдруг он не успеет? Или вдруг у него что-нибудь подгорит? И тогда победа будет присвоена вам. Знаете, я ему помогу обязательно. Вы добрый повар? Я добрый повар. Но мы же, опять же, друг другу помогаем обязательно. Потому что победить должно блюдо, а не если вдруг кто-то не успеет. Поэтому будем смотреть. Слушайте, повара не только вкусно готовят, но еще и они просто хорошие и добрые люди. Арина, доброе утро. Ну что же, ты готова уже пробовать приготовленные поварами изделия кондитерские? Доброе утро, Катенька. Конечно, я готова, но перед тем, как пробовать, все-таки нужно, знаете, сделать последние штрихи. И вот, как мы видим, повар Анна завершает свой лимонный пирог украшением с помощью меренги. Все правильно? Да, все верно. Сейчас буквально еще несколько штрихов. И последний еще моментик. Сейчас я вам покажу. Давайте напомним, что же мы сделали. Это песочное тесто, которое мы изначально превратили в коржик. Потом что мы сделали? Потом мы сделали вот эту замечательную заливку с помощью желтка и лимонного сока настоящего. А сейчас мы будем сжечь. В прямом смысле. Жгите, Анна, жгите. Пожалуйста. Пожалуйста, жгите. Спасибо. Аккуратно только, чтобы не поджечь бумагу. Чтобы самим не сжечь. А что вы делаете? Я делаю такую вот замечательную карамелизацию с помощью горелки. По сути дела, меренга же, она выпекается. Там сахар и белки. И вот сейчас я это делаю. Ну, это делается исключительно с эстетической точки зрения, чтобы это было красиво. Ну что ж, а пока у нас Анна жгет, давайте посмотрим, чем занят ее соперник, повар Владимир. Владимир, что вы делаете? У вас еще ничего не готово, господи. Вы понимаете, что все пропало, все пропало. У Анны там целый вообще пирог, а у вас? А у меня неправильный пирог, как я говорил в самом начале. Мы немножко должны отличаться друг от друга, поэтому я делаю отдельно корж, сделал отдельно крем. Так вы обманываете, вы просто не успели. Не-не-не, неправильно. Я в шоке, я в шоке. Владимир, что это такое? Это та самая крошка от коржика? Тот же самый пирог, тот же самый, как у Анны, только я его немножко разделил, и получилось, это наш корж, да, и крем. Мы сделали более, скажем так, нежным. Теперь мы добавим немножечко мандаринов. Ну, в преддверии Нового года все-таки должно же быть какое-то настроение. Я в шоке, шеф-пор, могли бы, конечно, и познакомиться, ой, извиняюсь, подготовиться. Последний день делаем штрих нашего пирога, мы берем апельсиновую цедру, кладем сверху, и можно я... Да, у нас тоже есть меренги, я бы тоже хотел их немножко поджечь, как Анна, да, прижечь немножечко, да. Ой. Смотрите, какой разный подход. Вроде как бы Владимир аргументирует, говорит, что это неправильный, неправильный пирог, но я надеюсь, что это была изначально такая задумка. Давайте скорее пробовать. Возьмем буквально ложечку для того, чтобы я отведала вашего неправильного пирога. Это неправильный Владимир, он делает неправильный пирог. А что надо есть из этого всего? Вы должны вместе зацепить мандарин, крошку и крем, соответственно. Вы знаете, все очень правильно. Да? Очень правильно. А, честно говоря, пробовать пирог Анны мне немножко страшно. Давайте лучше так сделаем. Давайте этот пирог привезем нашим ведущим, которые сегодня с самого утра работают. А я хочу от себя подарить и одному повару, и другому специальный приз. Мы сегодня с самого утра говорим, что у нас сегодня всемирный день рукоделия, поэтому я хочу кое-что сделать своими руками. И хочу, чтобы вы тоже это сделали. Это, конечно же, аплодисменты. Это лучший подарок, который мы можем сделать своими руками. Аплодисменты повару Анне за такой прекрасный, правильный пирог и красивый, который мне даже жалко пробовать. И аплодисменты Владимиру за его нестандартный подход, за его креативность, за его стакан, за его меренги, мандарины. Вы тоже молодец. Хоть что-то сделали не так, креативность, она всегда приветствуется. Друзья, экспериментируйте или делайте все по правилам. Главное, аплодируйте сами себе в любом случае.